Продолжение следует... Мы имеем кривую. Росток C0. Не приводим пока. Значит, у нас х равняется фи от Т, и х равняется пи от С. Вот. Значит, мы можем на пространстве ростков функции на C2 0 определить такую функцию, которая там называется нормирование, которая называется пренормирование, ну, это уже такие мелочи, что я не хочу сказать, вопрос членной аналогии. Это отображение его в Z, объединенное с плюс бесконечности, которое устроено так. То есть, если мы возьмем функцию f, просток, отсюда, то есть, f переводит окрестность 0 в C2, в C0. То, если мы рассмотрим ограничение f на нашу прямую, вот в этом параметре, то есть, возьмем f от С от Т, у нас было x от Т и y от Т, и члены какие-то равняются. x от Т, y от Т. Это будет какой-то, начинаться с чего-то, а Т в степени, вот, какой-то степени, первый член, который я пишу, разложение Тейлора, ну, вот это вот у АТ, плюс схемы более высокого порядка, не равно 0. Ну, если вдруг по отчаянии, тогда ряд вообще чисто нулевой, поэтому нет первого члена, ну, мы тогда объявляем это самое у АТ равно плюс бесконечности. То есть, оно по отношению к этой кривой задано? Да, оно задано кривой. Оно задано кривой. Это, значит, эта штука обладает таким свойством, значит, вот этот урагент. Вот так вот, у АТ плюс Г больше или равно, чем минимум из УА от Ф и УА от Г. А скажи, пожалуйста, Лев, это какая функция? Почему там Z? Ну, а можно это уже? А почему там Z тогда? Ну, какая разница? Ну, А, тебе хочется написать. Ну, Z выбирает что? Нет, ну, я понимаю, но... Я извиняюсь. Ну, хорошо, конечно, конечно. Это... Так, хорошо. Вот. Ну, и еще, ну, там, У от Лямбль Ф, если Лямбль не ноль, это У от Ф. Ну, и У от Ф Г это У от Ф на У от Г. То есть, вот если у нас эти свойства выполнены для такой функции, то функция называется нормирование. Вот нормирование на кольце, на вот этом вот кольце. Я помню, когда Ася Хоманский делал какой-то доклад на мотопщике, он поскольку давно на том, что это слово нормирование так и не мог вспомнить. С другой стороны, он полусловой доклада говорил, варювация, варювация. Вот. Ну, это так, значит, так, в смысле нормирование. То есть, на самом деле, вот нормирование кривых это, ну, грубо говоря, половина нормирования. Есть еще, так называемые, дивизиальное нормирование, ну, физическую длину, пожалуй. Ну, и больше, по сути дела, больше ничего нет. Кстати, имеется в виду те нормирования, которые там ранга отдельно, то есть, когда здесь стоит. Ну, там, еще и пределы не ездят. По сути дела, половина всех нормирований это нормирование связанное с кривой. Значит, ну, коль у вас есть такая функция, то есть, она сдает очевидным образом фильтрацию. Значит, у вас, давайте, ж от ка, это будет множество тех функций f, принадлежащих о, c2, 0, таких, что о от f больше или равно, чем ка. Ну, тогда у вас будет так. Значит, о само, о, c2, 0, это то же самое, что ж от нуля, в нем содержится ж от единицы, содержится ж от двух, ну, и пошло-поехало. Фильтрация. Ну, как всякая фильтрация, у нее есть ряд, тоже, например, ряд полонкраинской фильтрации. Значит, мы, такой ряд, p, который соответствует нашей кривой, от, 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 ну, правда, здесь буквы t, и здесь буквы t, они как бы разные, но это не очень принципиально. pc от t, это есть сумма от k, равную нулю, до бесконечности, размерность g от k, профакторизованной по g от k плюс 1, на t в степени k. Вряд, в которой я присутствую. Значит, вот для этой конкретно фильтрации, то есть для нормирования, которая в нем привой, вот все эти коэффициенты в действительности, они все или нулюли единицы, ничего другого тут нет. Ну, это вот по какой причине. Вот смотрите, вот пусть у вас есть две функции, f1 и f2, такие, что u от f1 равно u от f2. Это значит, что они обе начинаются, то есть вы возьмете f от x от f, a1 от x, x от t, y от t, и возьмете f2 от x от t, y от t, то они начинаются с одного и того же места, а t в степени, как он был сочетал, t в степени, ну, значит, у просто сделаем, у плюс и так далее, а это есть b, t в степени, у плюс и так далее. Ну, значит, линейная комбинация, их линейная комбинация, здесь я написал, я здесь сказал, я сказала, а, написала, а не ровно. Их линейная комбинация, это уже имеет большую фильтрацию. Поэтому любые два элемента линейные зависимы в факторе. Ну, поэтому здесь... Получается гоморфизм из этого кольца в кольцо функция t, и, соответственно, это получается... Вот такое, да. И получается, что это норверованный, индуцированный из этого, норверованный в кольце одной переменной. Конечно. Вот. Ну, вот есть такой ряд. Формально говоря, более не очевидных, то есть, ну, в смысле, из-за определения следует, что это вообще-то говоря аналитическое норверовое. На первый взгляд. Ну, мы, конечно, для непилотимых, его очень легко он считается. Значит, этот ряд считается довольно легко, его разные люди считали. Ну, давайте посчитаем какой-нибудь самый простой пример. Все-таки, что-то было. А он, соответственно, не меняется при замене координат, то есть, это вариант особенности, да? При замене координат, конечно, не меняется. А здесь даже можно было написать координаты координаты, а он коры Z равняется, я не знаю, хит от T. Вообще координаты были не нужны. Конечно, это T. Просто мы берем плоскость этого рождения. Нет, конечно, когда... Вот. Ну, это самый простой случай. Х, ну, я уж не буду прямую, прямая, это совсем неинтересная прямая. Значит, х равняется T ковару, но самый простой, х равняется T ковару, то есть, X равняется T ковару. Полупублическая пара. Значит, ну, давайте смотреть. Значит, я сказал, что эти коэффициенты все либо 0, либо 1. И можно легко сообразить, что 1 будет тогда, когда есть функция с этим нормированием, а 0 есть такой функции. Ну, здесь очень просто понять. Значит, смотрите, значит, у вас функция с T к степени 0 замела душу. Просто константно. Берете F равной единице. Она начинается в разложении, начинается с свободного чьего T к степени 0. Значит, 0 есть. А одного нету, потому что если функция обращается в 0 в 0, то, представляете, она начинается по крайней мере 100 квадрата. Сколько можно заплатить 2 рубля? 2 рубля? Правильно, правильно, правильно. Вот, на самом деле, когда мы первый раз сели посчитать чего-то, мы взяли две монетки по M и N рублей. Значит, мы считали X равняется T в степени M и Y равняется T в степени M, где M и N взаимно просто. Это та самая задача, которая... Вот, если вверху легче. Там какая-то там есть семертия, в общем-то... Там есть семертия, сейчас я... Она семертия следует сейчас... Да, совершенно верно. Или даже если монетные две, а больше, она тоже есть семертия. Но больше там уже пространство? Нет. Возьму вот. Нет. Вот, пожалуйста, больше. X равняется T в четвертой, Y равняется T в шестой плюс T в седьмой. А, да. Эта штука порождена 4, 6 и, наверное, 13. Ну, что-то, не понятно. Ну, в общем, монеты другие. Вот. Ну, тогда очень просто все, что-то я получил. Знаете, ряд, который я здесь написал, получил стафлю 1 плюс T квадрат плюс T куб. Да, ну, понятно, что я вот сказал, что T нету, но Максим уже было не оттуда, как я уберил, сказал, что что можно заплатить монетами по 2 и 3 рубля. Ну, ответ все, что угодно, начиная с 2. Ну, а 3, 4, пожалуйста, 4, это X квадрат, 5XY, ну и пошел кубер. Значит, поэтому получается вот такой ряд. Это ряд, самый ряд полка. Ну, давайте его посчитаем. 1 плюс T квадрат деленное на 1 минус T равняется. 1 минус T плюс T квадрат деленное на 1 минус T равняется. Вверху стоит чего? 1 плюс T в кубе деленное на 1 минус T квадрат. 1 плюс T. А, да, 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 можно там было написать. А, нет, да, вот так. А, с этим получается 1, плюс мне не нравится, 1 минус T в шестой деленное на 1 минус T в квадрате на 1 минус T в кубе. Вот. Значит, тут люди, которые близки к топологии особенностей. Сейчас, подожди, я что-то плохо понимаю. А можно какую-нибудь другую примену? Это разные перемены. Разные, разные. Я сказал, что у меня, извиняюсь, каюсь, но я это сказал, и сказал, ну ладно, чем все. Как я периодически рассказывал, когда байки начинаю рассказывать, что у меня был такой очень хороший астролог Жене Горский, который, когда у него была статья, которая была одна из, ну, наверное, одна статья его диссертации. И в этой статье у него была некая формула, которая описывала связь мотивного, мотивные мерные пространства Ростков нужно закриваться мотивные мерные на пространстве функций, чтобы это не начало. Но в этой формуле было три буквы мю. Одна буква мю было число Милнера, другая буква мю была функцией Мердерса, и третья буква мю была мотивная мерная. Все три оба объекта обозначаются всегда традиционной буквой мю. Он так и написал. Я не стал, говорит, менять эти обозначения, потому что перепускать невозможно этой формуле. Ну вот, мы, правда, его потом все равно заставили переписывать, но это уже другой вопрос. Ну вот здесь, да, я не знаю, ну вот пусть привалит, а производящий я, извините, ну ладно. Понятно, да? Это у тебя взволновало? Да, это у тебя взволновало. Задача вычисления понятна, вот они будут. Значит, кто чего-то помнит про, или знает про элементарную топологию? У нас только что был семинар, в котором такие произведения участвовали. А что там были? А что там были? Ну там, нет, у нас не такие совсем, но похоже в виды, где там вот это значит это то, что называют зета-функцией моногромии вот этой такой функции. Значит, вот эта вот кривая, которую я написал, вот она, это множество нулей такой функции. Ну, как мы ее обознаем? Это где я занял, а Сережа возражает против повторения букв? f большое от x и грибов равняется x кубе минус и гриб квадрате. Функция, которая обращается на эту грибовую новую. И у нее вот это вот, это тоже называется зета-функцией моногромии. Например, в данной ситуации это совсем легко на пальцах объяснить. Надо, здесь, как я понимаю, и студенты, правильно? Ну, в смысле, вот студенты себе. Поговорю объяснить на пальцах, что это такое, что это такое. Ну, давайте пока отложим еще немножко. здесь же все это сходится стабилизация к функции одной переменной, тогда это совсем так. Не совсем стабилизация. А, стабилизация. Нет, я так не вижу. Эдри АММ можно. Вот смотрите, о чем идет речь. Что такое эта функция моногромии? Вот давайте рассмотрим, вот видите, я там написал. Значит, не буду, не буду, не буду, а то я только давайте все-таки ездим, потом будет. Есть, есть. Вот. Определение я даже могу написать, оно понятно, нет, определение я, пожалуй, напишу, что взято в форте бренды. Значит, вот я что напишу. Эта штука в теории особенности остается Z-функция моногромия. А в теории узлов, что-то тоже не очень далеко от него ушло, это не есть. Эта штука называется, ну и эта, а она деленная на 1-t. Вот если умор на 1-t, извините, пожалуйста. Вот если эту штуку умножить на 1-t, то эта штука называется Могачен Александера вот какого узла. Давайте возьмем S от x y равно 0. Вот так, вот та самая кривая наша c. И давайте ее пересечем, ну в данном случае можно шаром сферы любого радиуса, но поскольку я написал вообще-то говоря, здесь растоп вот, я пересеку с трехмерной сферой радиуса эпсел с центром 0. вы пересекаете кривая комплексное двумерное многообразие в C2, то бишь в R4, пересекается с трехмерной сферой. Ну естественно, пересечение двумерного и трехмерного многообразия это одномерное многообразие в трехмерной сфере. То бишь узел. Ну, это цифр, это зацепление. Нет, в общем, в этом случае узел, по сути. Приваник и Вадима. Более того, это узел не абы какой в данном конкретном случае, а это просто обычный тривистник. В данном конкретном случае. Что-то обычный. Дело в том, что тривистников это, как известно, два. Это тривистник алгебраический. Из этих двух тривистников один алгебраический, я думаю, не алгебраический. Алгебраический называется тот, который так и получает сечение с девой. Я даже выяснял, какой из них значит я, к сожалению, боюсь рисовать. Павел Буратчик. Подожди, извини, пожалуйста, на полшага назад, а что вот здесь написано? Что такое единица плюс кофе поделить? Ну как, вот я начал считать. 1 плюс вот это, смотри, 1 плюс т квадрат. Я же сказал, вот размерности они равны единице, если к можно разменять монетами по 2 и 3 рубля, и равны 0, в противном случае. Разменять по 2 и 3 рубля нельзя только это. Это продолжение вот этого. Вот я вот эту штуку написал, что это равно. Все, все, все. Это равно. Дальше я получил. Значит, в действительности я сейчас сказал, что это вот, ну давайте, L. Этот самый. Я просто относил это вот к этой особенности и удивляюсь. Нет, нет, нет. Это я написал, когда, 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 мне спросили, а всегда ты спросил, по-моему, всегда ли монеты нет. Нет, монет не 2. И вот в этом случае, кстати, ответ, по-моему, такой. 1 минус, я могу его написать, 1 минус t в 12 на 1 минус t в 26 разделить на 1 минус t в 4 на 1 минус t в 6 на 1 минус t в 7. Это вот это. Здравствуйте, а можно вопрос? Полином Александера это все-таки числитель, это единица минус t плюс t квадрат, да? Нет. А, вот здесь? Да. Да, верно. Да, а зачем нужно вот эти преобразования, зачем вы их так потом преобразовываете так, чтобы знаменатель был? Дело в том, что, вот, например, вот в этом случае, в другом, вот этот вот, здесь не такой знаменатель. Здесь, нет, ну это правильно, да, но не особо, и хорошо. Чтобы представить его, дело в том, что когда он был написан вот в таком виде, или как-нибудь вот для этих, когда монеты 4, 6 и 13, то когда он так написан, то выяснить, то увидеть связь с, дело в том, что Полином Александера в алгебре есть узлов, он всегда то, что называется циклодомический. Циклодомический просто означает, что он, есть произведение 1 минус t в степени m в степени sm, где sm целый ч. И вот то, что я сделал, я привел к этому виду. На самом деле, понятно, такие вот формулы, когда это не раскрыто, вот так сказать, они просто пишутся, здесь хорошо пишутся, а вот для этого уже начнем, там, например, пишу 1 плюс t в 4, t в 6 не обозримое. Понятно. А еще можно вопрос? Вот вы сказали, что во втором примере у вас образующие t в 4, t в 6, там 4, 6 и 13. А можно объяснить, как 13 получается? Я что-то... А 13, кстати, 13, а что я написал 7? 13. Как получается 13? По-моему, 13, ну как получается? Это, видимо, y в квадрате минус x в кубе. Ну да, правильно. y в квадрате минус x в кубе дает как раз 13. 12 сократится, останется 13. Совершенно идеально. Понятно, да. Спасибо. А, действительно, там у этого ряда пуан-каре с какого-то места начинают все единички. Поэтому, когда можно единице минус x, остается многочлен. Да, 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 совершенно верно. Это и есть многочлен Александр. Так, что же это и есть. Вот на самом деле это все началось. Что мы обнаружили, значит, дело в том, что вот считать вот эти штуки, вот ряд пуан-каре для рано-кремли, это вот бои-савторы хорошо умели, а когда они из первого класса это писали, я говорю, ну, это же, это самое. Ну, z-функция монодромии, там, пощипывая на улице, ну, поленуал Александр отличается от z-функции монодромии просто на единицу минус d. z-функции монодромии там надо было нервничать. Ну, и разделить на единицу минус d. Вот это вот просто то, что я сказал, z-функции монодромии. Или это вот там, или это тоже. Значит, дело в том, что до того момента значит, разные люди считали то, считали это. То есть, на самом деле, в каком-то смысле, ну, правда, не видно оттенок, не в тех, которых я там, в одной, не в тех, в тех, в тех, в тех, бывало, поэтому. А вот посмотреть, сравнить эти два вещи, никому было не приходило. Но я сказал, значит, утверждение, что вот этот вот чисто, так, информальный, аналитический вариант, так сказать, не имеющий никакого отношения к монодромии, к гомологиям, чему хотите, вдруг оказался равным, ну, там, так сказать, давайте так сказать, почти что, практически синим многочленом действия на дроне в малом. Собир, а вот это то, что зета-функция связана с многочленом у Александера, я помню ваши доклады еще очень-очень давно. Ну, как нет, я обновлю эту докладу и вижу понятно. А это, а это получил, а это что, недавно, что ли, это было? Нет, это все так, я рассказываю, это я рассказываю, потому что, ну, как, я сейчас, почему я буду рассказывать, если непонятно, о чем я говорю. Понятно, это, оказывается, было. Это вот эта вот штука, вот эта вот штука, вот это подтверждение, что для любой кривой, это же теорема, для любой кривой, да, кривой до плотности, есть ничто иное, как для Гибель-Вадима, при Ново-Александера, соответствующих узла, где он на один не успел. То есть, вот аналитический вариант, Это логично. Вот. Значит, там даже была такая, что мы, это было получено нами в предпоследний день моего пребывания там в Идалейске, в Ислане, с моими соавторами. То есть, мы заметили, это, но это был предпоследний день, последний день посвятили тому, что написали на эту тему маленькую заметку, ну и отдали ее, но мы решили, что год будем держать в секрете. И когда, когда, ну это с одной, ну в общем, Никита Фалькин, по-моему, более-менее, никто не плал, 99-го года он был. А, а, будем держать в секрете, потому что, если мы его расскажем, то умные люди сразу же поймут, от чего это вообще происходит, и сразу же все сделают обобщение, на любое, на всякие обобщения, и мы останемся без ничего. А я, так сказать, уезжал, собирался вернуться через год. Почему? Вот мы будем. Ну вот, когда наконец-то там Эдаметка вышла, я рассказал, так уже можно, уже был бессмыслен, то есть, ее доступно, я рассказал про это такому человеку, который хорошо знает всякие там вещи, связанные там с пучками, с этим самым, кстати, вариантом Александера, ничего там, ты-ты-ты, плод собака. и он мне сказал, ну, и он мне сказал, мне он дал, я не дал, он сказал, он сказал, ну, это не дал, это, я завтра принесу тебе обещание, да, то есть, не принесу, доказывается. Это было понедельник на конференции, по-моему, в барбург. Значит, ну, на следующий день он приходит, я его спрашиваю, мы вечером пошли ужинать нам никак не, некогда было, завтра. Среду спрашиваю, я, ну, сейчас, у меня еще, завтра. Ну, в пятницу он, наконец, сказал, признался, что он думал-думал, но ничего не приду. Ну, вот, на самом деле, утвердение, даже это утверждение, для неприводимых требований, сейчас это приводим. Оно, так сказать, до сих пор не имеет концептуального доказательства. Есть другие доказательства, но на самом деле, доказательства состоит в том, что разными способами штрафса, там, если там не способом вычисления, то приятный полон-каре. Но все они, как-то, все равно независимо вычисляются ряд полон-каре, независимо вычисляется, сейчас скажу, что, ну, на самом деле, в универе сам дэр независимо вычисляется, и, сравнивается, кажется, в этой же, в других других доказательствах. Значит, теперь, что, следующий, так сказать, шаг, для, то есть, мы, кажется, кривых хотели, собственно говоря, для кривых, это, повторяю, очень простое вычисление, которое, ну, грубо говоря, уйма народа умело делать, умело считать левую часть, уйма народа умело считать правую часть, и мы только единственные, просто мы единственные, кто взял их с рамок. А вот теперь пусть у нас есть несколько, то есть, кривая открывается, церет, объединение церета, эршух, и мы, значит, соответственно, каждый церет, соответствует свое нормирование, уйма. То есть, когда у вас на, на этом самом, на окоции 2.0 возникает мультсильностная фильтрация. Значит, давай, давайте так, g от, ну, и будет, ну, давайте, v1, и так далее, v, r, и первых штук, и одно 1, и так далее, и так далее, и так далее, Ну, сколько здесь везли. Это есть множество тех функций, принадлежащих о, c2, 0, таких, что у и, что zij, у играть от f больше или равно, чем в игре, для них, то есть, v, ц3, принадлежит z в степени Сейчас Серёжа начнет ругаться через два раза, скажет, что ты пишешь, они же все не отрицательные. А тут не отрицательные. Да, конечно, они все не отрицательные. И поэтому все улиты, конечно, не отрицательные. Поэтому, конечно, сама фильтрация реальная, так сказать... Вот, значит, для каждого... r равно 2, для каждого целые точки есть своё подправление. Вот, значит, что будет аналогом того самого ряда по-мкара, который там будет написано. Такой вопрос. Естественно. Мои соавторы тогда знали, что это такое. Они же, так сказать, в своё время, за пару лет, до трёх дней этого, они придумали. Но когда они меня начали убеждать, что это вам есть, что мы должны этим заниматься... Скажут, какая ерунда! Чего вы, круто! Сейчас напишу формулу, она будет выглядеть полуидиологически. Ну, так сказать... Откуда она берётся, это вообще так, как приварить? Ну, в тот момент... Я дня два сопротивлялся полностью. Примерно. Чего-то полностью не прошло. Так что, вот, говорите, я специально написал, что v, v и принадлежит z цепени. Берём такую штуку. Берём сумму, по всем v, принадлежащим... v, имеется в виду, v один тайл v, принадлежащий z цепени. Видите, я так и написал, z цепени z цепени, z цепени, z цепени тоже взял. Сабир, извините, пожалуйста. Кв приводило или локально приводило? У меня всё локальное. В этот раз всё локальное дело. Всё локальное. Всё идёт в эти самые. Я писал, хорошо. c 0, c 11, c 21. То есть, глобально это тоже есть кое-что, но... Так. Берём вот что. Берём g от v. Повторизуем пар g от v. Плюс 1. Это мы обычно написали. 1 это вот что такое. То есть, сверху и саму соединяется так. Водинах 1 это скользяется. Давайте я, как мы обычно писали, а то сейчас там не буду писать. Подчёркиваю. t в степени v. t в степени v это t1 в степени v1 и так далее. t r в степени v. v подчёркиваю. Водинах. t в степени v. т в степени v1 и т д д д д д д д д д д. Вот смотрите, когда была одна, вот когда у вас две функции, два, две, три выхода, как так. Сейчас, Александр. Да. А вот то, что у тебя написано, что вы видите на юридзайской пенере, никто имел прибыль. Да. И делали то, что вы почерпали. Совершенно правильно. Извиняюсь. Здесь тоже размеры стоят? А? Здесь размеры стоят? Это буквально, буквально. Я понял. Естественное желание сдвигаться на единичку во все стороны, а то он сдвигается по диагонали, да? Еще не все. Я все-таки чувствую эти элики написаны. Это да. А вот откуда берется. Дело в том, что не нулевые вот эти вот штукки будут не только в этой части, а вот где. Вот смотрите. Вот что такое? Вот скажем, у нас для каких-то, для тех полукубических парабол, вот это и есть такая функция. Вот с этим. Например, возьмем функцию эксклюзивных. То есть, где полукубический парабол, то так будет, или там будет два. Так вот. И вот здесь. А вот здесь будет 0,2. Это значит... Нет, 0,2 не может быть. В общем, короче говоря, вот, например, вот нетривиальная функция будет здесь. Таких функций, конечно, вот этих нет, но этот один и лежит. А если мы факторизуем по этой плюс единице, значит, мы по сути дела факторизуем по этой части. Значит, поэтому получается, что вот у этого этот ряд, он такой, у него хвосты вот здесь торчат, и вот сюда торчат хвосты. Я понимаю, они уже как бы стабильные. То есть, если здесь что-то стоит в число, то оно повторяется как-то, 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 везде. Вот такие хвосты. Но они есть. Да. И дальше мы... То есть, они на бесконечность... На бесконечность толкуем. Ну, конечно. Прям хвосты. Вот то, что здесь написано, то и дальше все тоже. Такие числа. Теперь еще возьмем этот ряд L. А чему он там принадлежит? В каком смысле это ряд? Примерно там... Вот множество таких объектов, оно не образует... Ну, электронные процентов тоже образуют, а кольцо не образует. Ничего там... Нельзя. Когда пишут геометрическую прогрессию, важно в какую сторону там ее размножить? Ну, примерно так. Раны обычно обрубаются. Здесь ничего такого. Это, правда, модуль. Все-таки это модуль над многочином. Многочином множество. Такой объект. А... А так, в принципе. Значит, теперь возьмем L от t1 и так далее, tR. Умножим на произведение от i, равное единице до r. t и t минус 1. И разделим на t1 и так далее, tR минус 1. И объявим это p, t1 и так далее, tR. Значит, вот эта вот штука, она убивает всех властей. Потому что, ну, понятно что. И остается действительно все только в неотрицательной части. А вот если r равно единице, по умножению вот этого штука, если r равно единице, то это и есть отличный метр. Но тут, когда на это умножим, ну как, нехорошо. t минус 1, получается, надо разделить. Ну вот надо на это разделить. Но когда r равно единице, то это точно. Так что, что написано, при r равно единице, конечно, точно. Когда было r равно единице, что мы так делали, мы об этом не догадывались. Ну и там мы не делали, потому что там не было отрицательных. Так вот, в смысле это было беседо. Вот. Смотри, вот ряд полка. А здесь сейчас единице какую работу выполняет? Вот я, например, сказал, что он спасает. А вот я смотрел больше единиц. Ну, сейчас я его немножко проинтерпретирую. Раньше-то единица минус писала. Не, я не понял. При r равном единице вроде бы числитель и знаменатель сокращается этот добавочный. Правильно. Ну, поэтому это и есть ряд полка. А он так и есть. Я это не возражаю. А, понятно. Это то, что и нужно. Именно потому что он сокращается. А при r не рамном единице, ну, все. Попробуем. Значит, что здесь на самом деле написано? Можно вот так сказать. Максим сказал, что не хочется двигаться по единице по всем сторонам. Да, но и не совсем. Ну, нет. Значит, вот на самом деле коэффициент вот здесь. Вот возьмем какой-нибудь u1, u2. v1, v2 я написал. Точку. На самом деле здесь написана такая штука. Значит, мы берем размерность фактора этого, вот по этому. Что ж надо сделать для миссии? Прибавляем размерность фактора этого по этому. И вычитаем размерность фактора вот этого по этому. Ну, такая вот включение-исключение. Ну, собственно говоря, вот такое вот произведение. Вот как раз когда включение-исключение. Если размер больше двух, то там формула включения-исключения будет больше членов, чем тут написано. Конечно. И почему больше? Это так и будет? Нет. Дело в том, что если были произвольные векторы, например, здесь дело в том, что будет обычная формула включения-исключения. Есть факт такой, что формула включения-исключения для размерности не работает. Вообще говоря. То есть для двух, то работает. Для двух процентов. А для трех не работает. Вот у меня был в свое время, опять-таки, я начисляю, был такой аспирант, Гриша Целамазин. Он делал много вычислений, связанных с средами Пуанкаре. Ну, не с этими, там, с обобщенными, даем Пуанкаре, чтобы это не значило, а формативный вариант. Вот. Много-много всяких вычислений. Не знаю, насколько они были хороши, в конце было так-то переписывание, там, вещи, которые так плохо очень считаются, ну, какие-то другие формы были. Но потом вдруг, когда ему надо было уже заправлять дипломную работу, он тут вдруг обнаружил с ужасом следующую вещь, что он, а я, так сказать, читатый, не зависит от этой ошибки. Что он использовал формулу включения и исключения для размерности и пространства. Ну, как, размерность А плюс Б, А плюс 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 Б. Ну, я его экстраполировал дальше. А она не верна. Я, значит, это самое. Я... Ну, и что делать, значит? Ну, там, что-то у него какие-то части были, можно было спасти. Все спотвозь, дипломную работу он висит, все в порядке. А я, значит, так сказать, с удивлением рассказывал, опять-таки к тому же Жене Ковскому. Вы знаете, я тут такую вещь узнал. Я как-то, оказывается, не знал, что формула включения и исключения в мировой верности не верна. Женя делает большие глаза и говорит, Савер Викторович, как это может быть? Это вы мне сказали, что она не верна. В мою первую работу вычеркнули, потому что вы мне объяснили эту ошибку. Я, говорит, это с тех пор знаю. Вы забыли. Вы был такой факт. Вот. Вот такая вот формула. Значит... Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, в общем, да, между прочим, вот из этой формулы, из того, что… Обычно я в МКРЭП, помните, я писал, что он есть произведение такого вида всегда 1 нюнадцать степень М, степень СМ, всегда... Ну, помните, я там писал, вспоминается, читители какие-то были. Отсюда сразу вытекает утверждение о том, что семерне... Ну, потому что... Возвратно все. Нет, это невозвратно, он наоборот. Значит, он невозвратен, спасибо. Возвратно вот что! Он возвратен только... Вот, если возьмете многочлен, и его перевернете, то это будет когда стакан. Дополнительный. Дополнительный. Хорошо. Ну и вот, значит... Я это произнесу для молодых. Попробуйте для монетки каким-нибудь посложнее. Каким-нибудь 7 и не знаю, 13. И посмотрите, что можно из них сложить. Вот там оказывается такая удивительная закономерность, что если m-1 умножить на n-1 это последнее число, которое нельзя сложить. Все остальные больше можно сложить. А до этого момента половина чисел можно сложить, а половина нельзя. И они ровно от середины симметрии отличаются. Да. Ну и такая задача, которую иногда обсуждают на кружка в школе. Правда, естественно, для двух монет. Потому что для трех монет в общем случае она не верна. А здесь верна. Потому что здесь... А вот утверждал, что он как раз высказал гипотезу, что он попал в аварию свою. Когда он ехал на велосипеде, обсуждал, что будет с тремя монетами. Обдумывал. Обдумывал. Нет, вот в общем случае с тремя монетами этого не будет и будет черти что. Но для кривых эти три монеты не случайны. Там любые три монеты не получились. Поэтому на самом деле там все равно сохраняется. А, здорово. Ну да, вот грубо говоря, вот я так сказать сказал, что всегда ряд будет таким произведением. Один минус декольки нет, в текле не сэм. Отсюда это следует. Не понял. Всемножцы. Заметрищен, да. Поэтому и будет, да, сам. Ну вот, значит, вот формулу для, значит, наш гигантин довольно быстро выросло в том, что, значит, что вот этот вот ряд вон-каре совпадает. Значит, дело в том, что когда у вас вот кривая, ну вот, из нескольких ветвей, то она пересеченная со сферы маленького радиуса, ну это зацепление с f-компонентами. Ну, каждый компонент в тревую дает свое описание. Ну, например, если кривая просто x умножить на y, это я функцию написал, то есть кривая это две кривые. То там получше зацепление ну вот это вот окна с этой цепи. Например. Ну, а там что-то послаживание. Значит, у такого зацепления с r-компонентами есть многощин Александера от r-переменных. Есть такое определение. Вот. Ну, формулу для него для кривых это была известная формула. Ее считали, она есть, например, в книге Айдзинбада и Нольдена. Называется еще степень трехмерных кладб чем-то они же подъем и Нольдена. но тут ну, просто какая-нибудь мадра и нольдена. Кстати, эта формула она такая, она произведение 1-T степени M каких-то по M каких-то. Конечное произведение степени СМ все равно вот такого вот вида. это формула 1-2-0. На самом деле ее можно более-менее вывести при формула Акаппо для функции Магонного Минестра. В общем, примеры. А вот вычислить вот эту штуку это мы посчитали конечно так вручную пару самых простых примеров типа это может по кублической параболе с прямой что-то такой посчитали все сошлось но что делать в общем случае для произвольной этой самой для произвольной кривой это выглядело очень тяжело но все-таки в какой-то момент один из моих соавторов там такой фирм бригада нам рассказал что он вычтен эту штуку и доказал что это равно тому же и приявил текст по этой пяти страниц которые ни я ни другой соавтор которые ему ближе про дух они были антограистские и ничего не понимали и ничего понимали локально чего-то но локально две страницы понимаешь а на третье идешь ну как обычно бывает в общем ничего не получалось ну и поэтому проверить нам не удалось тут дело того что оказалось что есть другие формулы для этого сейчас я напишу для случая этого вот именно для этого случая для того что там есть они сводят в неком смысле к неким подсчетам топологическим другого топологического это не то что по нему рационару тем не менее там какая вырезать однако карьевич вот давайте для кривой с вот такой сделаем следующее помните я говорил что у нас каждая кривая ц запариметризована ну давайте будем считать что это z с черточкой z с черточкой это элемент из c2 это есть ритры от 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 и мы я говорил что если мы возьмем f от z z это x и то это будет a и t завися от f умноженное на t на tau в степени ui t plus щели более высокую память давайте возьмем для каждого набора давайте возьмем все функции у которых ui t от равняется v ui mn множество функций f таких что ui равняется v i и для всех их возьмем множество всех коэффициентов которые там есть вот такие числа а1 а1 от f и так далее а f это элемент из c со звездочкой потому что помните я договорил что это не но ну первый кусок который есть из c со звездочкой в степени r а мы взяли множество вот такой множество наборов давайте u1 от f и так далее u r от f запятая a1 а1 от f и так далее a r от f всех таких наборов это элемент из z u2 больше равную в степени r умножить на c со звездочкой в степени r то есть все это множество то есть если мы смотрим да вот так вот штукам множество всех значений которые принимают это называется полугруппа этой ременой полугруппа потому что если набор принимается два набора принимаются то есть сумма тоже принимает там помните написал а вот если мы это добавим то есть у вас есть две функции то эти перемножаются поэтому это тоже полугруппа если здесь мы берем сложение и умножение это мы назвали мы эту штуку ввели еще раньше и в общем более-менее непонятно для чего а мы когда ее повели думали что это такая либо мы хотели но то что мы хотели не сработало решили ну что зря работали что это давайте обиду и все понимаете оно там чего-то немножко добавило какие-то симпатичные описания грубо говоря в них можно углядеть вот в этом объекте точнее в его проективизации кстати сейчас скажу можно углядеть некоторые дивизоры в разрешении кривой кривой разрешаете кривую там будет вклеиваться ц п1 так вот существенно можно увидеть в этой штуке ну мы думали что это с этим делом это так сказать дд то есть ну так тикток не выкидывает куда-то далее опликовалось а вдруг оказалось вот в этот момент оказалось следующий фактор что R по карте да давайте вот это множество мы значит обзывается S домиком множество таких и оно отображается в S S это подгруппы вот эти такие это Z больше равен люк серии R это просто мы забываем вот а слой его я обзову F вот как написать вот если это V ну V ну V ну такое насколько несложное бывает это F всегда векторное пространство пространство минус набор векторных пространств минус не более чем R векторных пространств до ренча до ренча от ба и от два вот F V и формула такая что V это есть сумма L R характеризма V приближающая Z степень рабочего мира L R проектизма F V на T степень R вот вот необходимые знаменации вот вот такая вот формула оказалось что эта формула уже дает возможность считать ну пока не так что уже мы все можно проследить уже смогли проследить значит на самом деле формула в общем мы в итоге в итоге получилось доказательства не в тех которые 55 страниц 55 страниц которые ну кто из них что-то там другое а доказательства которые будут доказательства строить вас а первая характеристика тут мотивная проще показать число нет второй переменной фигурирована нет 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 здесь нет это хороший вопрос но это хороший вопрос что может черный это обычный значит вот у нас была статья которую мы отдали сначала мы сунули в инвенционис они расписка отсюда мы сунули в ДИУК Сабир а это не связано с какими-то конфигурациями гиперблоскостей дополнения множество подскоков у Язвинского что-то такое было Язвинского я ничего не знаю боюсь комментировать множество плоскостей не надо не знаю спасибо не знаю а потом была вторая формула на самом деле эта формула вот повторяю нам такое потом мы придумали еще другой вариант и а у нас подальше не спрошу можно больше если сил хватит просто воздушно вот оказалось еще можно другую формулу более вот как бы более защённую что я уже сказал что дело в том что на пространстве функции ну давайте на проективизацию все-таки пространство функции на самом деле можно и там и там и там определять но давайте на проективизацию потому что можно определить как бы у подножеств вот здесь у некоторых подножеств можно определить или характеристику это бесконечно нервное пространство и или характеристик ну понимаете бесконечно есть такие которые называются ну наверное конструктивные это вот какие подножества давайте во-первых все подножества которые я буду рассматривать так они будут вот 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 значит ну к кольцо функции оно фильтровано джетом струи функции значит у вас есть О С2 0 струи в нем содержится струи порядка 1 нет наоборот да нет струи проектируются на максимальном проектируются правильно лучше наоборот да значит у вас есть струи порядка n они они отправляются в струи порядка m-1 все отправляются и так далее в струи порядка 1 если они инвестируются то прообраз прообраз не не меняет или характеристики ну это прообраз даже после проективизации прообраз каждого точки это пространство значит мы будем рассматривать x будет называться конечно определенное x конечно определенное множество если да давайте вот это вот я ж 0 окна сам нет как написать а здесь вот у нас о c 2 0 оно во всех отображается ну как написать вот давайте вот это вот я обзову пи не это пи мт ну про это сейчас забыл струи значит мы просто берем не функции а кусок ряда тейлора даймного места этот у вас известный кусок ряда тейлора даймного может забыть и получится n-1 значит если существует это определение существует y содержащийся содержащийся в j такое что x равняется пи n-1 от y то есть уже если это одно условие это конечно определенность пак что точка принадлежит функция принадлежит xo это значит условие определяемое только его какое-то н неправильно написал значит существует во-первых n не то что неправильно поторопиться забыть написать существует n существует y содержащийся вот в этом второе условие чтобы вообще x была цель процессе знаете x так что x просто ну скажем полуал на самом деле практически все революции это по-моему кальций ну y в смысле а y кальций ну и по так что x объявляется равна y это определение ну и тем самым получается вот на таком части множество конструктивное на них получается и поэтому можно считать есть такое понятие это я понимаю что это проблема в том что а как же так там же действуется созвездочкой которая убивает она же убивает а как это сочетается с этим так же это это подожде с подослой не ну там все 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 значит для того чтобы это все работало надо каждый из них добавить еще одну точку а именно вот грубо говоря это будет проективизация того что было не попало и от каждого такой нормальной точкой и должно лежать вот в этой части самой я добавляю точку и так далее а или должно лежать вот здесь и прообраз будет афинно-красный понятно если распроективизировать потом добавить опять парктивизировать то получается такая же картистика ну вот когда есть такая идея принадлежащая исходу в смысле такая ретинированная идея что можно использовать как меру ну и тогда формула которая есть такая формула что p от t равняется интеграмм по проективизации по c 2 0 t в степени v это функция которая есть по ретинизации вот вторая формула это это просто предыдущая формула переписана или в каком-то смысле да но нет да это предыдущая формула переписана легко показать что они во-первых но когда мы работаем вот здесь вот такой формулы там оказывается вычисление ряда фуан-каре уже сводится одной страничке помните я сказал что с той формулы мы умудрились свести до 20 страничек а ну а идея стоит в том что там иксов совсем конечное число не будет странным да ну вот этих разбиение на куски у которых нет дело в том что есть такая идея там вот грубо говоря если вы берете какую-то функцию хотите там посмотреть на ней значит возьмите разрешение особенностей это набор cp1 вот здесь эти самые приуклы наши компоненты да значит мы можем взять следующее значит если у нас есть какая-то функция которую мы хотим посчитать посмотреть на ее порядок да я забыл сказать что если что t в степени бесконечность это 0 ну так мы говорим потому что там есть бесконечность t в степени бесконечность это 0 ну естественно вот возьмем множество тех функций вот здесь ну в проективизации таких значит если возьмем любую функцию то у нее есть вот вот это f у нее есть f 0 у нее есть этот самый как его стрикт расход это собственный правовый образ на разрешение вот эта штука отображается в c 2 0 функция вот здесь это содержится вот здесь и мы берем ну вот какая-то такая вот штучка ну и так далее вот давайте возьмем каждый из них сопоставим набор точек пересечения с исключительными дивизорами соответствующими тратностями то есть по сути дела такой нулимерный дивизор на одномерном дивизор утверждение стоит в том ключевое утверждение стоит в том что прообраз то есть множество таких функций то есть прообраз вот здесь это афинная пространство поэтому мы можем все свести к вычислению сумм по вот этим вот дивизором вот все так и там все получается Сабир, а правильно понимаешь что там говорили что всякие такие формулы доказываются что отдельно независимо вычисляется левая и правая часть а вычисляется левая и правая часть в таком смысле что строится разрешение получается какое-то вот такое дерево и дальше и то и другое выражается через комбинаторию это дерево абсолютно абсолютно именно так в Новых Сандаревах есть у тебя нечая зерва можно вывести очень сложно из окрав а это нечая совершенно вот Сабир, напомни еще пожалуйста я забыл верно ли что монодромия особенности кривой всегда полупроста называется квазиум непотерплив называется квазиум как он упас квазиум непотерплив если вы называете монодромию то есть в какой-то степени она останется это сам непонятно то что если в какой-то степени она останется это так все да верно я прихожу к так почему-то да еще одна вещь пожалуй полезно обращайтесь внимание так замечание все это собственно число Поэтому отсюда, да, но более того, одно, так сказать, только у Минска была взята функция, что примерно тогда это один из механических. Более сильно. Что, наверное, на Гайцке, один из механических. Еще такое замечание, что, между прочим, Полиновый Александер от нескольких переменов, тоже полезное замечание, так сказать, на обращении на другие нормирования, что он полностью определяет Половую Климу. То есть, Полиновый Александер от какого угла, конечно, не определяет вообще, кто определяет, кто определяет по поводу узла. А у Полинового Александера от нескольких переменов для алгебраических узлов это полный экологический узел. Какие узлы ангебраические? Есть какой-то простой аккумуляции? Ну, относительно простой есть, грубо говоря, это должен быть торический узел. Набор торических узлов. Торическое зацепление должно быть 200 зацеплений. То есть, казахин узел. Узел А должен быть инферированный торический и должно быть какое-то неравенство, которое я не помню. Ну, грубо говоря, вот если вы взяли торический узел с параметрами МН, то на него накручивается следующий с таким числом, которое больше чего-то. Ну, там, какой-то неравенство. Больше какой-то функции. Больше какого-то... Так, ну, грубо говоря, соответственно. Если это выполнено, то это уже автоматически все и получается. То есть, положительные металлические узлы, если еще с неким неравенством. Ну, это какой-то эволютерный класс узлов получается. Ну, какой? Ну, в общем-то, зато все кривые там, все эти самые. Тут же, да, но нет, это не теория узлов. Я бы сказал, все-таки теория кривых. Да, да, да. Особенность этого проекта. Особенность этого проекта. Особенность этого проекта. Это не теория этого проекта. Да, без слов. Да. Относите, конечно. Вот. Теперь... Вот, кстати, может быть, я даже, пожалуй, скажу это полезно, это не вещь, потому что это... Я бы, может, и промолчал бы, а Сереже вообще не захотелось ему, чтобы элеровую характеристику была мальтина. Чтобы это не значило. Вот на самом деле можно было бы вот здесь определить эту самую элеровую характеристику действительно, определить, когда надо было вот как сделать. что элеровая характеристика обобщенная, это элемент, формальный элемент К0 от Вар-Ц. Значит, это кольцо Гретендика, квазипроектированного многообразия. Я не буду сейчас давать определение просто потому, что я в каком смысле буду считать, что я Сережина. У меня сейчас есть дополнительное образующее элджерненко. Да, вот именно. Дело в том, что, поскольку у нас все пространства, о которой я говорил, это дополнение к элджерненам, там все, что может образоваться, это многочлены от афинной прямой. Класс афинной прямой обозначается L. Ну, на самом деле лучше не класс афинной прямой, а L-1, потому что мы идем на Вар-Ц. Ну, в смысле. Куда, в смысле. Заберем. И эту элеровую характеристику можно считать, что это есть многочлень от Ку. от Ку. Если я, вот в той формуле, которую я говорил, хи g от x, надо объявить, хи g от y на L в степени минус ку размерность. Ну, вот J или размерность размерность. g. Вот так вот, если такую формуле применить, то получится элеровая характеристика, получится многочленной от Ку. И тогда можно брать такой обобщенный, действительно. P, T, Q, это есть интеграл по активизации. Это не тот, а вот это некое его, как сказать, мотивирование, не знаю, что такое. Мотивировка. Нет, мотивировка. Мотивная мотивировка – вещи разные. Кроме того, как мотивирование. Ну, может быть, это так. Т в степени U, F, D – обобщенная мировая характеристика. Вот этот вариант, он, грубо говоря, абсолютно вычисленный. Ну, нет, не абсолютно. Есть формула такая, сумма, очень в черте. Ну, например. Но надо заметить, что он оказался неожиданно очень близко связан с разными терапевтическими результатами. Так, вот такой факт оказался. Ну, вот вещь тоже, может быть, я про него пару слов скачу. Хорошо. Ой. Ой, 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 ой. Так, теперь я хочу перейти к вот какой-какой ситуации. Оказывается, что довольно интересная комбинаторика получается, которая только тут началась. То есть, вместо того, чтобы рассматривать функции на C2.0, мы будем рассматривать R2.0. Это значит эти самые. Ну, тоже аналитические, давайте так скачем. Ну, можно, конечно, не всегда, но не аналитические, если там не есть. Кривая, может, там, сколько-то было. Ну, ладно, аналитические функции. В носке аналитических функций разных перемен. Вещества. На них тоже есть нормирование. Нормирование, на самом деле, все нормирования вот на этой штуке, они происходят из нормирования невозможности. Это такой лучший взрослый. Поэтому, например, есть нормирование, которое соответствует неприводимой кривой. Здесь у вас есть неприводимая кривая. Вот здесь. Пусть у C2.0. Есть неприводимая кривая, C2. Мы берем функцию вещественную. Ну, естественно, мы можем ее рассматривать. Это аналитические, я сказал, поэтому ее может считать, что на комплекс, но заодно на C2. Вот, конечно. Здесь, на C2, вот так. Комплексы незначимы. И тогда ограничено. Это кривая комплексная. Тогда, значит, по этой комплексной кривой мы опять-таки можем посчитать. То есть мы не пытаемся ее задать вещественной параметризации. Этой? Нет. Вот это, которое исходно задано, мы ее вещественной параметризации не хотим задавать. А она комплексная как эта? Ну да. Комплексная – это кривая. То есть нормирование все определяется оттуда. Поэтому нормирование, по сути дела, два класса. Те, которые определяются кривыми – комплексными кривыми, C2. И те, кто это определяется, там, что-то называют дивизориальные нормеры. Что бы это ни значило. Больше людей их, по сути дела, нет. Значит, если вы возьмете какую-нибудь функцию вещественную, вы можете ее рассмотреть вот в этом параметре. Значит, C – это… Ну, есть отображение ФИИС. C0, ну, скажем, параметром ТАЛ. В C2.0, который такой, что образ ФИИ. Ну, это параметризация нашей кривой. Ну, и мы рассматриваем Ф от ФИИОТ ТАЛ. Ну, как раньше делали, собственно говоря. Только Ф – вещественная. Понимаете, только вещественная. Ну, и у нас получается, значит, эта вот штука начинается с… А на ТАУ в степени У У от Ф плюс так равен. Ну, вот, ну, это нормированность. Все честно, все чин-чином. У нас получается… Опять, если мы возьмем G КТ, это есть… А, можно я здесь еще… Вот какую? Вот здесь, чтобы поставить. Это… Поскольку я сейчас буду больше про кривые… Вещественные случаи про кривые… Ну, про определение я что-нибудь скажу про определение. А про вычисления еще там для криводимых кривых пока… А для криводимых я еще напишу такую формулу. Что П от Т равняется сумма по всем В… В, просто В, принадлежащим З… Принадлежащим С… 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 С – это вот полугруппа значений. Вот это та самая… То, что… То, что можно разменять монетами. Т в степени У. Помните, я сказал, что все коэффициенты или подольные в единицах? Угу. Ну, вот такая форму. Значит, она вот эта форму для этих самых… Для… Приводимых кривых… Ее нет. Это только для… А вы подчеркнули… Кстати, здесь надо было… Здесь не приводимые одно… Неприводимые одно… А, здесь только неприводимые. В том 3D это я сказал. Поэтому здесь не подчеркнули… А там я не везде… Я в медленных местах подчеркнули… А в те парень я забыл подчеркнуть. Как-то я делал… А вот это вот только для неприводимых кривых. Аналоги ее для приводимых кривых. Ну, это мы можем… Ж от К… Тренист множество Ф… Таких что? У от УЦ… Ф больше или… Ну, как… Ну, и опять-таки… Да, и вот… Вот вам… Такое самое… Да. То есть, образуется фильтрация. Так же, как и раньше. Ну, и мы можем… А… Там вот здесь комплексная. Да? Да? Да. Ну, кривая… Комплексная кривая… Да, да. Это комплексная вообще… Естественно. Вопрос стоит в том… Два вопроса на самом деле есть. Вопросов много. Дальше я уже буду сейчас объяснять. То есть, первое. Что… Что такое ряд Куалкара? Что такое… Так. В этом случае… Ведь теперь пусть у нас есть несколько приводов. С – это есть объединение Си. А при равно объединению до бесконечности. У нас есть набор нормированный. У один и так далее. У… Нет. Ну, это я тороплюсь. Что такое… Ряд Куалкар? Это набор нормированный. Или набор привыкцев. И так далее. Вот так. Второй вопрос. Что можно считать… Какой патологический вариант оказался бы… Вот. Помните, там ряд Куалкар? МугачевIGHсандр? Мугачев. Кстати, в случае, r равно1, там была… Нуугачев Нуугачевна. Мугачев а1-2. Болёт р равно1-2. То есть, в sensuality, при college… А в случае, когда r было большей были… Там просто… Ну, это довольно частое явление, но там просто вымогащаются. Не вымогащайся, если она очень видится, не явно видится. И второе, что является, можно сказать, топологическим, топологическим, так сказать, каунтерпадом. Ну, это не аналог. Что является топологическим инвариантом, есть ли он вообще у Криву, инвариантом, который ему нравится. То есть, там был принадлежит ответ, а здесь был. Сейчас я объясню, что вот эта штука уже становится тоже... Ответ неоднозначен. В каком смысле вот на данный момент можно сказать, что вот второй пункт, может быть, представляет из себя такую задачу. Может быть, я попробую ее сформулировать. Но вот, что мы рассматриваем трехмерную сферу, в которой зафиксирована вещественная структура. Ну, только на самом деле зафиксирована конкурс. Там, где трехмерная сфера, пересекается СР2. И мы рассматриваем узлы вот в этом вот объекте. А они какие-нибудь симметричные, нет? Нет. То есть, у них вообще кривая совершенно... В смысле, неважная. Нет, нет, она же не вещественная. В смысле, неважная. И вот, какие у них ингредиенты? Вот есть ли аналог, например, Променом Александра? Что там будет аналог Променом Александра в таком атмосфере? Это вопрос, на который никаких идей у меня нет. Значит, то есть, грубо говоря, я сейчас обсужу, что и как выглядит иногда рефт фон ХР. А что-то справа стоит, может стоять. Ну, пока это стоит. Ну, вообще, это вещь, так сказать, как бы... Ну, соответственно, если был разумный кандидат из Фраута, то, может быть, и слева тоже немножко подправить. Ну, нужно будет определение. Сейчас, а можно повторить? Я не понял, чем эта задача отличается от комплексной? А чем они, а как они, как чем? Потому что мы рассматриваем на кольце ростков головоможных функций. Ну, чем отличается... А, почему ответы не тот же самый? Размерности. А почему я что-то... Почему размерности другие? Сейчас, сейчас, сейчас. Я, может, что-то пропустил. Значит, чего берется? Голоморфная функция, вещественная? Почему вещи головоможные? Берутся просто вещественно-аналитические функции. Берутся вещественно-аналитические функции. Рассматривается нормирование на кольце ростков вещественно-аналитических функций, которое определяется комплексной кольце ростков. А. Но, когда все нормирования определяются... Все нормирования на множестве аналитических функций, они все приходят с нормирования на множестве коломорфных функций. Это известно. Да, понятно, да. Вот мы берем и смотрим вопрос. Угу, понятно. Вот. Значит, давайте обсудим, значит, минимальное обсуждение. То есть... Сейчас. Значит, что такое ряд по как? Вообще говоря, я для комплексного случая написал здесь три туалетных формулы. Вот первая. Это не надо было. Я просто это сам. Хотя, может быть, я тоже... Я не стираю, а еще раз. Вот была вторая формула. Вот была третья формула. Ну и давайте вот четвертая формула, которая работала только для случай одной прибыли. Одной прибыли. Четыре формула. Формально говоря, мы можем для каждой из этих форм... Мы можем просто взять и каждую форму применить. Ну, формально говоря, что-то прошлое. Если что надо... То есть, на самом деле... Ну, да. Там будет, я считаю, целевая характеристика уже соответствующая веществе, но... Ну, оно в каком-то смысле исчезнет. Да, да, да. Ну, в нем он хочет исчезнуть. А нет, ну, тут все просто таки. Не то, что... Сейчас... Так, так. Первое утверждение. Первое утверждение. Все эти четыре формулы дают разный ответ. Для... Для вещественных случаев. Из них... Да. Напомню, что поскольку, например, здесь стоит интеграл, и вообще, так сказать, нормальный... Я так привык, что вся... Всякие аэро-карактеристики... Ну, вот, Максим задал вопрос, а я, по-моему, не знаю. Я все-таки привык, что сработает с аэро-карактеристикой, которая... Ну, вот, так сказать, как бы... Это естественно. Ну, понимаете, если у вас, например, в пространстве есть оранжмент, вы начинаете выкидывать, но все-таки хочется... Ну, да. Включение-исключение должно работать только для аэро-карактеристики. В любом случае. Поэтому аэро-карактеристика... Это также называется антитильная аэро-карактеристика. То есть, там надо написать ранги грудко-домологии. То есть, вот такая аэро-карактеристика надо рассматривать. Вот в этих двухпозрах. Что х от х... Это есть сумма по q больше и равно нулё... Минус единица в степени q... Ранг или размер... Ну, гим... h... qt... С компактными носителями икса... Ну, с коэффициентами в р... Ну, да. Что аэро-карактеристика... Точки равны единице, а аэро-карактеристика прямого равно минус единице. Это мо Да-да-да, эльерро-карактеристика клетки размерности q, равновидим синдит с тепени q. Поэтому на электричестве любого пространства это количество клеток, 5-клеточных пространств, где два исследователя состоит. Это количество клеток размера 7-0, минус количество клеток размера 7-1, плюс клеток размера 7-2 и так далее. Обычная электричество – это формула Вернатор-Дель-Компапа. В общем случае. Значит, ну вот первое утверждение, что все эти четыре формулы дают разные ответы. Поэтому сразу возникает вопрос, кто из них хорошо, чтобы могло. Второе. Вот здесь, вот в этой формуле с интеграммом. Помните, я там писал, что Эллеровой характеристикой должна быть... Эллерово-характеристики Сайя, я понимаю, Эллерово-характеристики Сайя. Для этого я вот в этой формуле я писал вместо, не вместо этого самого, я писал Элл какой-то стиль. Но здесь вместо Элл у нас вещественная прямая. У нее Эллерово-характеристика минус 1. Поэтому у Афинного пространства Эллерово-характеристика то 1, то минус 1. У нас вещество. Поэтому надо писать там размеры, значит, размеры. Ответ такой. Вот эта штука, можно сказать, невычисляемая. Ну, то есть, что же невычисляемая. Ответы ужасные. Они не циклокомические, ничего общего. Вот все-таки мы привыкли, то все там варианты, которые мы встречали, вот в этом случае, будут циклокомические. Произведение вот такого вот. Произведение. 1 и минус 5 соединения. Системья ся. Конечное произведение. Значит, вот это вот надо... Вот это вот, извините. Вот это вот. Интеграм. Это надо... То есть, в любом случае, его... Мы, наверное, имеем хороший какой-то смысл. Но посчитать его реально нереально. Немножко. Он даже в таком же деле не получается. Даже для одной метрии. Для р равно единицы. Это не считаем. А вот для... Все остальные три, они считают. И ответ такой. Давайте я объясню ответ. Объясню. Я не буду писать точнее. Ответ так. Ну что, вот сейчас уже... Зачем я просто... Вот смотрите. Считается опять. Значит, у нас есть дерево разрешения. По нему мы должны как-то установить, да? Дерево разрешение. Это очень хороший вопрос. Дерево разрешение. Что такое дерево разрешение? Нам нужен дерьмо вещественного разрешения. Значит, если мы будем разрешать эту тему вещественному смыслу, мы должны делать следующее. Мы должны... Как точку вещественного разрешения? Разрешение... То есть, либо мы разбываем точку вещественной части, либо разбываем пару комплектных сопряженных точек. То есть, в одной верхней, разрешение в комплексном смысле, в комплексном смысле, всегда выглядит вот так. Давайте я граф разрешения буду рисовать то, что называется двойственная графа. Значит, я каждому... В каждой компоненте... В каждой цепи один, которая получилась в результате разрешения, я поставлю точку. Если они пересекаются между собой, я их седаю отрезков. Это будет, так сказать, все. Будет двойственная графа разрешение. Утверждение такое, что для любой комплексной природы двойственной графа были следующие моменты. Ну, я не знаю, сколько здесь этих самых, но, в общем, будет вот такая вот линия, на которой висят хвосты. А вот здесь торчит наша кривая. Она вот пересекает вот тот дивизор. Ну, например, если 2, 3, вот это самое разрешение полкупической квадраты. Мы очень простой. Вот так вот. 3, понимаете? Вот. И за мной. В общем, в случае вот так. Теперь, ну, если у нас кривая, у нас кривая комплекция, но мы хотим ее разрешить. Вполне возможно, что первые шаги разрешения будут исчезными. И нам надо раздувать исчезными. Например, кривая та же. Икс равняется... Ну, можно даже... Это даже, в конце концов... Может, это и не нужно было. Ну, ладно. Т в четвертой, у равняется т в шестой, плюс альфа т в седьмом. Вот, сначала, когда мы разрешаем, вот начало разрешения, оно... Это еще не на... А комплектное число. Нам здесь... Ничего нам... Мы раздуваем вещественные точки. Но потом, в какой-то момент, кривая будет пересекать наш дивизор уже не в вещественные точки, кривая с комплектами. Поэтому мы должны будем разрешать уже... Сделать сигму процесс в... В паре комплекции. В паре комплекции свежего точки. Поэтому разрешение будет выглядеть вот так. Граф. То есть, по графу разрешения. Да. Это здесь много точек ставит. Я не знаю, сколько. Вот он где-то рассыпился, а это симметрично. Ну, разрешение будет? Да. Значит, утверждается, что вот все эти три штуки... Да. А в обычном ряде пом-каре они получаются вот так вот здесь, из этой картинки. В каждой вершине соответствует некое число. М сигма. В каждой вершине. И ряд пом-каре будет такой. Надо взять произведение. Давайте... Вот эти я обзову сигма ноль, сигма один, сигма два, сигма г. Чуды. Чуды. Это на самом деле называется количество по аккризу. Смотрите, я взял талу один, талу два, талу три. Вот будет произведение. Я сказал каждому из них, каждому сигма, и этим соответствует м сигма. Как вы считаете, не хочу сейчас обсуждать. это можно отдельно. Это произведение 1 минус t в степени m талу и t, деленное на произведение 1 минус t в степени m сигма г. Вот здесь было 2, 3, 6 числа. То есть, было 1 минус t в степени, если вы помните, 1 минус t в степени, 1 минус t в степени. Вот. Утверждение. Значит, все, да, вот давайте, может быть, с этого начнем. Ну, в случае, когда разница 1, это и это одно и то же. Так что тут вообще... А, нет, нет, вру, 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 вру. Это разные вещи. Вот это вот давайте посмотрим. Дело в том, что в случае r равно 1 здесь написано следующее. Сумма от k равного 0 до бесконечности. Размерность gk. Это та же самая формула, которую я раньше писал. Помните? Это вот одно и то. В случае, когда r равно 1. Поэтому, может быть, вопрос Миши был, а что нового? Ничего нового. Может, это будет, наверное, вопрос. Какая разница? Утверждение. Помните, я сказал, что в комплексном случае все эти размерности были 1. Я объясню. А вот в случае, когда я рассматриваю, эти размерности могут быть 0 или 0, либо 1. Могут быть 0, 1 или 2. Вот с чем это связано. Помните, я писал, что мы пишем... Что если у вас f от f в tau равняется a в tau в степени u плюс и так далее. то линейная комбинация их давала нам функцию, которая начинается со следующего. Поэтому любые две были линии независимы. Но у нас же теперь кривая комплекция, эти числа комплексные, поэтому может оказаться, что они в вещественном смысле линии независимы. И когда там порождается c, там даже комплектная структура возникает. И поэтому все коэффициенты вот здесь, это 0, 1 или 2. 2 тогда, когда получается 2 комплекция. Все числа. Теперь давайте я примерно опишу некий форму утверждения. В обоих случаях, во всех случаях, когда у вас одна кривая, одна неприводимая кривая, все эти три штуки, 1, 2, 4, они все циклотонические. Но там ответ такой, что на этом бетелье каждая вершина ставится в соответствие ее m синим. Значит, почему я взял большую букву m? Потому что вот эти, вот я мог бы и маленькую взять, но все-таки я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле вот эти вот до этого места, что m синима, что m маленькая синима, это одно и то же. А вот здесь это уже другие совершенно числа. Ну, чтобы это не значило. Значит, m синима. И утверждение вот проекта, что проект не я, как он вот здесь, ну, это какой-то, ну, вот такой. Что на самом деле, я вам сказал, вот этот вот, ну, давайте, какой-то там четвертый монар, ну, пусть будет четыре. От t. Это и есть произведение. Произведение. Вот давайте это опять-таки эти. Сигма обозначить. Сигма ноль. Сигма один. Сигма g. А это тау ноль. Тау один. Тау два. Тау. Тау ноль. Тау. Тау ноль. Ну, и в принципе. Произведение. 1 минус t в степени m большой. Тау. Ит зеленое на произведение, 1 минус t в степени m большой. Вот в каком-то смысле вот эта точка, она здесь не читается. Значит, не отличается вот только исходный перевод, потому что здесь все другие. И это большое, это не есть и маленькое. Поэтому ответ не тот же, но тем не менее, этот ответ такой, что это тоже ряд полуколек комплект, но тот самый комплект, который он совершенно для другой кремой. Не для той, а вот для другой. Вот это. А вот эти два, P, 2, T, и P, да, и поэтому, между прочим, из-за того, что эта штука в каком-то смысле не видна, вернее, то этот ряд не определяет топологию P. ни в коем случае. А эти выглядят так. Сейчас, какие? Два и один, это два, это один, да. Два и один. Мне что-то не хочется напрягаться, не хочется бумажки вести, поэтому я ответ напишу с точностью до наоборот. Что-то сейчас видите, что забрать, или? Нет, что поймать, что поймать, что поймать. Ну ладно, нет, можете, я просто гляну, что-то так же подвижу. Что-то все, я только подвижу, я должен только нам объяснять, какую из них там, это будет плохо. Нет, не буду разбираться какой-то никакой, потому что… А, нет, кто-то, кто-то, кто-то. Какой там вот этот? Два. 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 А, нет, не могу разобраться. А, нет, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Два, он равен P4T умноженное на 1 плюс t в степени m. Давайте эту букву я в эту решение, я это забыл. МРО. МРО. Ну, это тоже я так написал, но это можно написать циклопонически. 1 минус 5 в степени 2r разделить на 1 минус 3 в степени r, естественно. А здесь будет P4T на 1 минус 5 в степени m. МРО. 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 Это не обязательно цифрическое и цианцитическое, ну, правда, по-эцитическое тогда было бы просто расщепилось на несколько штук, а их так может расщепиться несколько раз, чем нравится, на самом деле. И вот в каком-то смысле, у меня там будут такие расщепления, но я тогда сказал так, я, так сказать, сказал, что я человек старой информации, я никаких полей, ну, так сказать, старый, этот самый, я так, как и более геометр, и так до пола, и так на геометрии топологии, я никаких, в поле, кроме поля комплексных чисел и поля вещественных чисел, не знаю, знать не хочу. Я все время говорил, вот сам я этим, а вот в конце концов, ну, поля вещественных чисел все-таки, ну, вот, я, так сказать, пошло, получилось. Он опять вспоминает, он говорит, вот на самом деле, вот разрешение, которое надо этим самим, да, гривых, которые заданы за расширением поля, в поле, конечно, характеристики, у нас расширение поля, вот так разрешение, это, так сказать, рассматривало, ну, там, какие-то вещи, какие-то связанные. А у них, а у них есть эскаранты, студенты? Да, у них. Ну, это, ну, вы, сейчас, через секунду, наверное, есть, вот так были, и есть люди, которые там, из них, эскаранты, вышли, и сейчас... Ну, может, это как раз, ну, этим большинство странных студентов. Сначала характеристики 2, потом характеристики 3, потом характеристики 3. Я не знаю, что это, ну, это вопрос такой, да. Нет, ну, вот я, в данный момент вот хватает, по-моему, так сказать, вопросов хватает для энергии, для характеристикой нормы. А скажи, пожалуйста, как, в какой момент ты понимаешь, что некоторую функцию можно назвать z-функцией? Во-первых, я, ну, как сказать, я бы считал, что... Нет, ну, во-первых, этот вопрос, дело в том, что я сегодня приносил z-функцию, ну, z-функцию я приносил там, где не я, где он, это, так сказать, как бы, так сказать, прокурорел. Это там уже было названо. Поэтому отличать, если бы z-функциями на дроме, почему ее называют z-функцией, ну, давайте, ну, это даст, конечно, известно, что это по аналогии с z-функцией, которые, опять же, получаются в конечной практике, когда, 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 когда они пробиваемся, когда они работают. Но я, нет, я не готов снять вопрос. Я, я в рамках того... Вот когда появится в одной формуле z-функция на дроме z-функция Рима, ну, это, тогда будет. Да. У нас всегда ряд, это не ряд, это конечное произведение. Ну, а как известно, Z-функция Риммана тоже такая, только... Не случайно и то и другое буквы Z обозначены. Не случайно, совершенно не случайно, но так уж прям... Ну, надо, чтобы ребята защищать, объяснять. Ну, я даже не могу так, не очень хорошо. Хорошо, еще вопросы, замечания, комментарии. Спасибо большое. Я прям... Спасибо. Это каждый раз, когда слушаю эту тему, прям такая... Такая гармония, гармония. Очень гармоничный прям такой мир, там он за этим стоит. Красивая. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.